Как думаешь, почему не сложилось? Не знаю, может, генетическая память сначала сработала от старых родителей. Ну и новые родители тоже были такие. Свой следующий день рождения Иван отметит в доме-интернате. Приемные родители взяли его в свою семью почти 10 лет назад. Но в прошлом году от него отказались. Сам Иван держится молодцом, строит планы на будущее. Переезд в Киреевский дом-интернат он перенес спокойно. Ведь попал он сюда уже во второй раз. Ну, тут все для нас сделано, чтобы мы занимались любыми секциями, развлечениями. Все для учебы сделано, например. Вот я хип-хопом занимаюсь. Мне здесь очень хорошо живется, учится здесь. Ну, это лучшая школа за всю мою жизнь, которая была. Несмотря на то, что я раньше в Москве жил, учился в другой школе. Однако люди, хорошо знающие Ивана, недоумевают, почему так произошло. Я не знаю, по каким причинам, в чем они вот за такое длительное время не сошлись. Но ребенок очень хороший. И в учебе у нас ведущий в нашем научном обществе. Если с ним поговорить, он заговорит. У него такая осведомленность, в поведении он совершенно не волнует. Сегодня он в 10 классе. Чтобы усыновить ребенка, нужно собрать более 10 различных документов. Пройти проверки милиции и жилищной инспекции. На все это в среднем уходит 3 месяца. Казалось бы, при таком подходе проблем в будущем не должно возникнуть. Но все же они находятся. И вот по итогам прошлого года я могу сказать, что в пяти случаях были выявлены в пяти семьях ненадлежащие условия проживания детей и опека была отменена. И в 31 случае опекун сам ходатайствовал об отмене опеки в связи с сложными психологическими взаимоотношениями с опекаемым ребенком. В семье Евдокима вдвое приемных детей. Поначалу Екатерина и Алексей не рассчитывали становиться приемными родителями. Они просто навещали мальчиков в приюте. Но ребята полюбились им настолько, что они захотели взять их к себе. Не остановил их и бумажный вопрос. Бумажной волокиты было очень много. Очень долго все тянулось. Некоторые справки по полтора, по два месяца мы ждали. Ходили, выпрашивали, уговаривали, ссорились. Мы их взяли сразу домой. Они жили уже у нас, как группа семейного типа. Владимир Алексеевич, он воспитателем уже у них был. А потом уже через полгода мы только получили документы. Сейчас выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях составляют 6-7 тысяч рублей. Единовременная выплата более 12 тысяч. А от правительства Тульской области еще 3 тысячи ежемесячно. Однако за последние 4 года количество усыновленных детей стало меньше. 69 вместо 96. Максим Круглов, Алексей Чеснов, Алексей Чичвадзе, ТВ-центр Тула.